Сейчас у нас будет панельная дискуссия, межрегиональная. Да, коллеги, я приглашаю наших замечательных спикеров, которые собрались сегодня в совершенно разных регионах. И повторю за Константимом, безумно рады, что коллеги, ну и не только спикеры, но и участники прилетели, поэтому я бы хотела пригласить на эту сцену Третьякова Вадима Валерьевича. Это министр инвестиций и развития Свердловской области. Аплодисменты, пожалуйста. Сунцову Дарью, исполняющий обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте Российской Федерации, заместитель председателя правительства Удмуртии. Хрущев Сергей, управляющий проектом развития потопильского рынка в ЕНАУ, проектного офиса ЕНАУ. Усенка Андрей, президент авиатской торгово-промышленной палаты, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по развитию МСП. Звягин Кирилл, директор департамента образовательной деятельности и реализовации учебных программ Центра Мой бизнес Калининградской области. И Центра Менская Елизавета, генеральный директор АНО, экосистема развития франчайзинга предпринимательства, собственно говоря, организаторы этого большого прекрасного мероприятия. Коллеги, еще раз всех приветствую. Спасибо большое, что приняли приглашение из регионов, из других прилетели к нам, несмотря на серую погоду, бесконечные вирусы и прочее, прочее. Ну, собственно говоря, как я уже даже говорила в начале, мы решили собрать сессию именно межрегиональную, развитие франчайзинга в регионах. Почему межрегиональную? Потому что осенью, когда мы с коллегами с ФранчКМ, собственно, начинали делать наше небольшое по сравнению с этим мероприятием День начинающего предпринимателя, одновременно его тогда провели в онлайн гибридном формате в 20 городах, 20 регионах, мы очень часто слышали и от предпринимателей, и от органов власти регионов один и тот же вопрос. А где можно с другими регионами пообщаться, узнать, что делают в других регионах коллеги для того, чтобы эти практики, возможно, применить к себе? Ну, потому что мы каждый у себя на территории, находясь очень заняты задачами, бизнесом, поручениями и так далее, и так далее, в зависимости от того, кто на какой позиции находится. Но у нас действительно не хватает очень часто времени для того, чтобы с кем-то пообщаться, узнать, что у тебя даже на соседней территории происходит, не говоря уже о каких-то отдаленных регионах, до которых лететь, плыть, идти на собаках, на оленях и так далее, и так далее, достаточно долго. Поэтому еще раз приветствую и благодарю, что присоединились. Сейчас мы на первой сессии уже говорили, что перспективы франчайзинга в России достаточно серьезные. 1,6% ВВП и 10% это среднее по миру вклад франчайзинговой отрасли в ВВП. Мне кажется, рост 8-10 раз вполне себе вкусная история. И для страны в целом, и для каждого предпринимателя в частности. Василий хоть и сказал, нам нужно пока x2 франчайзеров вырасти, но в целом потенциал-то у нас еще больше, но понятно, может быть, не 10 лет нам для этого понадобится. Поэтому про перспективы в целом мы уже сказали на первой части. При этом все регионы последние несколько лет очень активно реализуют как федеральные, так и свои региональные программы по поддержке предразвития предпринимательства. Финансовые, не финансовые, ну то есть огромная система заработала. Никогда такого не было. И как вот мы тоже ездим по регионам, мы проводим различные мероприятия. Мы участникам, особенно молодым участникам, про которых сегодня много говорилось, говорим, ребят, если бы в 90-е и 2000-е у предпринимателей было столько возможностей поддержки, обучения, акселерации и бог знает чего от органов власти, которые просто за вами ходят, говорят, пожалуйста, попробуй стать предпринимателем, мы тебе поможем, мы тебя поддержим. Возможно, бизнес был бы другой, возможно, мы бы по-другому развивались. Но этот шанс есть сейчас, поэтому этим шансом нужно пользоваться. И только некоторые регионы, опять же, вот из общения с большим количеством регионов, уже комплексно работают с франчайзингом. Представители этих регионов у нас как раз на сцене, не только они занимаются, но вот яркие представители. И сегодня мы на сессии попробуем обсудить для других регионов, спасибо колебам, кто еще в зале находится, кто приехал пока просто послушать, может ли стать франчайзинг той самой точкой роста развития предпринимательства, а следовательно и экономики, и социальной сферы в регионе. Мы понимаем, что франчайзинг – это потребительский рынок, это как раз сервисная экономика, которая в малых городах, поселках и так далее крайне нужна. И чтобы люди там оставались жить, никуда не уезжали, чтобы у них там было все, что им необходимо до качества комфортной жизни, чтобы детей рожали чаще, не только по франшизе, просто потому что очень хочется еще одного, второго, третьего ребенка. Какие тенденции в франчайзинге в регионах уже есть, какие тренды, какие меры поддержки уже реализуются в регионах. В общем, на все эти вопросы мы пытаемся ответить с вами с помощью наших спикеров. Подготовьте, пожалуйста, первую презентацию. И мы, собственно, переходим к такому блоку представления лучших практик региональных по работе. Первую презентацию включите, пожалуйста. И я хочу передать слово министру по инвестициям и развитию Свердловской области Вадиму Валерьевичу Третьякову. Но сначала я вот буквально, мне очень понравилось готовую сессию несколько фактов о каждом регионе. Ну вот правда. Итак, Свердловская область проходит, по Свердловской области проходит условная граница между Европой и Азией. Кто-то знал про это? Ну, кроме тех, кто интересуется или уже туда ездил. Вряд ли. Она известна, конечно, своей промышленностью. Там более 4 тысяч предприятий. Оборонных, машиностроений, металлургии, много-много-много чего. То есть наша кузница уже исторически много веков. В Свердловской области это самоцветный край. Там до сих пор добывают драгоценный и полудрагоценный металл. И Свердловская область научный центр. Ну, как бы, все думают, что только Новосибирск, но нет. У нас достаточно много науки в разных регионах. И всегда находится в пятерке лидеров по развитию вообще регионов России. И первое место занимает в Уральском регионе, собственно говоря, который представляет. При этом численность занятости, занятых в МСП, 867 тысяч, что достаточно много. И это 40% общих занятых в регионе, в целом население. Ну, то есть, в принципе, роль и доля МСП существенная. И в занятости, и в экономике, и так далее. И при этом регион достаточно промышленно развитый, ключевой и так далее. И про то, наверное, как во всем этом происходит баланс, какой баланс формируется, и как вы работаете с малопредпринимателем и франчайзингом, то, что является темой нашей дискуссии, я бы попросила Вадима Валерьевича рассказать. Спасибо большое. Спасибо большое за такую подводку. Действительно, Свердловская область – это индустриальная столица России, уровень промышленного производства в среднем этот показатель в 4, а то и в 5 раз выше среднего показателя по стране. Действительно, очень много уникальных вещей, включая упомянутую границу между Европой и Азией. Это действительно то место, где можно физически стоять одной ногой в Европе, другой в Азии. Многие этим пользуются с удовольствием. То есть, это как бы элемент шоу. Что касается франчайзинга, то мы здесь проходим такой определенный эволюционный процесс, который у нас начался в 2019 году. И, в принципе, с тех пор мы очень большое внимание уделяем этому вопросу. Придайте клики. В 2019 году было создано… Так, спасибо. Был создан у нас центр франчайзинга, создан был на базе областного фонда поддержки предпринимательства. Процесс начался с элементарного маркетинга. Мы провели исследования по вообще готовности бизнесов, готовности и заинтересованности предпринимательского сообщества заниматься развитием и тиражированием франчайзинга. И в результате таких опросов наша работа была построена по двум основным направлениям. Во-первых, это поддержка успешных региональных бизнесов, которые имеют потенциал развития по франшизе, и, соответственно, мы для них сформировали определенную программу помощи. И, во-вторых, это продвижение уже действующих франшиз. Мы на базе сайта областного фонда поддержки предпринимательства сформировали перечень проверенных франшиз, которые постоянно этот перечень пополняется. И, соответственно, помогаем им в упаковке этих франшиз. И за весь этот период уже 32 франшизы с нашей помощью было упаковано. Что касается того списков уже проверенных франшиз, то на сегодняшний момент у нас их 178. И, в принципе, в последующем мы планируем этот перечень расширять. Видимо, не туда ускакал. Ну ладно, один уже пролетел. Значит, раскачил у меня слайд, который посвящен был как раз-таки процессу развития инструментов поддержки франшизинга. Был он у нас поступательным. На старте были запущены обучающие программы, и мы, соответственно, обучали руководителей компаний. И в какой-то момент мы поняли, что коллективы таких компаний не очень готовы к изменениям, и было принято решение, что обучение должно проходить не только руководители компании, но и основные ключевые члены команд. Значит, и был запущен отдельный акселератор по подготовке и упаковке франшиз. Впоследствии это было введено как обязательное участие в акселераторе и собственника, и всех, кто задействован непосредственно в этом процессе. Мы не останавливали эту деятельность даже в ковидный период. Мы продолжали обучающие программы через ВКС и дистанционные курсы. И у нас был создан такой видеокурс, как создать франшизу. Также в 2019 году для поддержки компаний, заинтересованных в покупке франшизы, был разработан и запущен специальный займ. Займ назывался «Франшиза». Займ представляется на финансирование расходов по приобретению франшизы, по оплате взноса, а также на покупку сырья и оборудования. С 2021 года после трансформации нацпроекта МСП была введена комплексная услуга масштабирования для компаний, которые работают или планируют начать свой бизнес как раз таки по модели франшизинга. В составе комплексной услуги это консультация специалистов, обучение, опять же таки, акселератор, бизнес-встреча с целью обмена позитивного опыта по развитию франшизинга. Также на постоянной основе проводим компаний по информированию, экономической активности населения, о существующих моделях франшизинга, чтобы бизнес всегда был в курсе. Хотел бы остановиться на наиболее ярких примерах региональных франшиз, которые были упакованы при нашей поддержке, при поддержке центра малого и среднего предпринимательства Свердловской области. Это компания «Точка красоты», включает в себя сеть мультибрендовых магазинов для индустрии красоты и крупнейший учебный центр по профессиональной подготовке специалистов бьюти-индустрии. Продали 14 франшиз за пределы Свердловской области. Компания «Энерджи Фуд» – динамично развивающийся бизнес на рынке доставки правильного питания. Помимо собственных точек доставки здорового питания в городе Екатеринбурге на сегодняшний день работает 8 партнерских предприятий в таких городах, как Краснодар, Минск, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Новороссийск и Анапа. Ну и торговая компания «Стройч» основным видом деятельности, которая была и остается, с оптовой торговлей строительными и отделочными материалами. Открыто более 20 точек по франшизе. Также хотел бы рассказать… Видимо, не очень быстро. Еще об одном успешном, на наш взгляд, проекте по поддержке предпринимательства с использованием инструментов франшизы. С 2019 года мы запустили проект «Бизнес-дата». Суть которого заключается в использовании технологии высокоточного анализа больших данных спроса в малых городах Свердловской области. Цель является явление перспективных направлений для открытия собственного бизнеса и для анализа спроса. Суть заключается в следующем. Это такая глубокая аналитика на базе использования кредитных карт в малых городах для резидентов, там проживающих. После таких распечаток и анализа распечаток мы понимаем, какие услуги наиболее востребованы, а где существуют определенные ниши. И, соответственно, на основании таких данных мы рекомендуем начинающим бизнесменам уже готовые ниши, где, в принципе, можно было бы достаточно быстро и эффективно начинать свой бизнес. Также в рамках бизнес-даты в Свердловских городах уже открываются кафе, салоны красоты, магазины, центр развития для детей, пункты ветеринарных услуг. Ну и яркий пример открытия в 2022 году центра подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, ребят. Эта ниша была, в общем-то, тоже вычислена путем наших алгоритмов. И на сегодняшний момент бизнесмен, который начал этот проект, уже вышел на удвоение своих площадей для проведения таких семинаров. То есть тема абсолютно работает. Хочу сказать, что проект, этот бизнес-дата занял первое место в треке «Новые идеи для бизнеса» в конкурсе «Сильные идеи для нового времени» агентства стратегических инициатив. А также вошел в топ-100 лучших идей России по итогам 2020 года. И с удовольствием могу сказать, что с начала старта поддержано 44 открытия таких бизнесов. И по сей день ни один из них не закрылся. Мы, безусловно, продолжаем работу по развитию франчайзинга Свердловской области. И в наших планах первое – это сохранение наиболее востребованных у бизнеса мер, включая оказание и консультационных услуг, и образовательных услуг по упаковке непосредственно франшиз предоставления льготного финансирования для поддержки, открытия и продвижения такого бизнеса. Мы продолжим расширение регионального каталога проверенных франшиз. И в данном случае я как раз-таки пользуюсь случаем приглашаю потенциальных франшизеров для сотрудничества. Ну и, соответственно, с учетом уже накопленного опыта, можно сказать, и существующего спроса, мы предлагаем предпринимателям уже индивидуальное сотрудничество по упаковке своих франшиз, в том числе и на коммерческих условиях, потому что на сегодняшний момент уже накоплен необходимый такой опыт. Буду рад сотрудничеству открыть и открыть для вопросов. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Ильич. На самом деле, мне кажется, вот эта позиция органов власти, в которых они взяли на себя создание вот этой системы искусственного интеллекта, работа с большими данными, малый и средний предприниматель никогда в жизни себе не сможет такое позволить. Ну правда, для того, чтобы проанализировать территорию даже одного региона, этому предпринимателю нужны компетенции, деньги, люди и так далее. У них это нет. Поэтому то, что вы взяли на себя вот эту роль в вашем регионе, мне кажется, это огромный вклад в развитие малого и среднего предпринимателя. Это просто даже один пример одного продукта, который был. Сейчас я попрошу включить ролик, и мы поймем, с кем мы пообщаемся дальше. Звук есть? Можно звук включить, пожалуйста? Коллеги, если звука нет, давайте я расскажу о звуке. Следуй за мной. Я покажу тебе Удмуртию. Она надежная. Стремительная. Яркая. Мы ждем вас у себя. Жить, отдыхать, учиться и работать. Мы ждем вас у себя. Жить, отдыхать, учиться и работать. Да, я хочу предоставить слово Дарье Солнцову, исполняющему обедности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте. Но перед этим я справочку два слова про регион. Кроме того, что мы увидели Удмуртия, многонациональный регион, там около ста национальностей проживает. То есть на территории одного региона проживает огромное количество разных совершенно людей по культуре. Вот эта смесь потрясающая была как раз в ролике отображена. При этом Удмуртия мы все знаем. Это оружейная столица. Калашников известен всем. Представление не нуждается даже через десятилетия после того, как его уже не стало. При этом край нефтяной и лесной развита очень. Наше настроение, металлообработка, оборонка, агропромышленность. При этом край топ-1, по выработке твердых сыров. То есть за вкусными сырами, видимо, в Удмуртию надо ехать. И постоянно входит в топ-30 инновационных регионов России. Как вообще во всем вот этом сплетении культуры, рек, машиностроения находится место для малого и среднего предпринимателя, нам сейчас Дарья расскажет. Спасибо большое. Спасибо большое, Светлана. Добрый день, коллеги. Да, вот несколько кадров. Вы видели про Удмуртию. Я бы хотела еще дополнить до презентации, как так вышло, что Удмуртия не только родина автомата Калашникова и, кстати, Чайковского, да, мы все еще, такое как наш международный бренд, Чайковские, Брановские бабушки, но и родина франшиз. Сейчас мы знаем, что и Ростикс, и несколько других федеральных крупных франшиз, они зарегистрированы в Удмуртии и есть почему. Коллеги, а есть кто-то из Удмуртии? Ура, ура, здорово, замечательно. Ну, а для тех, кто из других регионов, я расскажу немножко, почему у нас тоже хорошо делать бизнес, в том числе через франшизы. Несколько слов о себе. Вообще, вы знаете, я недавно присоединилась к команде Удмуртия, буквально с этого года самый предпринимательский регион решила, что такое правильное продолжение карьеры. До этого я около 10 лет возглавляла национальную премию «Бизнес-успех», была в опоре России, в экспертном совете агентства стратегических инициатив несколько лет. И в целом, ну что я хочу сказать, из региона, конечно, все это выглядит немножечко по-другому. Немного по-другому, когда мы смотрим на те же самые процессы, на лучшие практики, на какие-то наши такие федеральные инициативы по поддержке предпринимательства, когда ты приезжаешь вот в конкретную Удмуртию и смотришь, как там делается бизнес и какие там есть проблемы. Мой главный вывод и открытие. Слушайте, коллеги, мы сильно недооцениваем предпринимателей. в плане поддержки, в плане поддержки, развития. Это все хорошо. Но на самом деле есть предпринимательский потенциал, есть люди с активной, деятельной позицией. И тут вот это вот наш такой, знаете, есть в нашей команде такой лозунг «Предоставляем возможности и не мешаем работать». Вот вторая часть не менее важна, чем первая. Если бы у меня включился второй слайд, то вы бы увидели те самые франшизы, которыми, среди прочих, мы гордимся. Настоящая пекарня и полезные люди. Студия заботы о себе. Мы все поняли после первой сессии наш тренд на mental care. И вот, значит, один из приоритетных наших направлений развивается активно уже в 38 городах. На следующем слайде еще несколько. Вот строй такси, вилка. И, безусловно, поддержка очень важна. Первый мой звонок из нового кабинета был Василию Бузизулину. Я сказала, Василь, ну надо же, приезжайте, приезжайте, расскажите, покажите. Потому что франчайзинг действительно это ресурс в плане устойчивости нового бизнеса. И это очень важно, ну продвигать и тему франчайзинга в регионы, и наши франшизы. В том числе у нас есть направление продвижения на международный рынок. Так называемый экспорт услуг через франчайзинг. И мне кажется, что это очень перспективная тема. Мы действительно не в кольце врагов. Есть много стран, которые ждут нашей идеи и готовы содействовать в продвижении таких предпринимательских проектов на зарубежный рынок. Но комфортные условия для бизнеса тоже важны. И в первую очередь, мы все свои, мы понимаем, что на первом месте все-таки безопасность бизнеса. Удмуртия в последние пять лет в тройке регионов с наименьшим уровнем административного давления на бизнес по рейтингу полномочного по защите прав предпринимателей. И мы этим гордимся, мы этим занимаемся, и мы считаем, что это действительно то, что не мешает работать. Для нас вот этот первый слайд это открытый диалог и возможность комфортные условия налогообложения предоставить для тех, кто переезжает в Удмуртию для создания нового бизнеса, перерегистрации бизнеса, наш внутренний офшор. Мы за последние годы около четырех тысяч предпринимателей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц переехали переехали в наш регион, потому что комфортные условия для бизнеса тоже важны. И вот здесь написано про 1% дохода, 5% дохода минус расхода. Некоторые регионы также, ну вот Удмуртия была первая, некоторые регионы также идут по этому пути. Я бы, знаете, сконцентрировалась не только на цифрах, а на том, что, например, вот в Удмуртии судебная практика абсолютно позитивная в плане налоговых проверок таких переехавших предприятий. Так что, если кто думает, где регистрировать новый, где начинать бизнес, где для него будет комфортное место, то можно посмотреть на вот эту вот девушку в красном, которая зовет вас переехать в наш регион. И корпорации развития Удмуртийской республики, вот то, что касается акселератора, абсолютно согласна с коллегами из Свердловской области. Обучение это один из этапов продвижения. Есть предприниматели, да, среди всех, ленивые, нелюбопытные, которые ходят, ищут возможности, которые читают сайты, которые общаются с коллегами, которые думают про там, как будет через 10 лет и про в курсе всех возможностей на нашем сайте, на сайте МСПРФ, про сильные идеи для нового времени и так далее. Но когда мы говорим о расширении, о массовой дороге в предпринимательство, конечно, мы должны заниматься такой, ну как, просветительской работой. И мы делаем акцент на том, чтобы это была акселерация, ну то есть обучение не с нашей стороны, а обмен опытом уже действующих франшиз. К счастью, у нас есть такой опыт, там есть действительно крупные федеральные бренды с большой экспертизой, которые готовы делиться. И мы, во-первых, это поддерживаем, во-вторых, очень ценим и, в-третьих, надеемся на расширение этой работы про акселератор для франчайзинговых компаний. В том числе в плане упаковки франшиз, в плане продвижения и для тех, кто не думал про этот вариант ведения бизнеса, рассказать чуть более подробно. И знаете, все-таки не со стороны власти, а со стороны вот тех самых, у кого уже 700 точек есть и они считают это хорошим, эффективным путем развития бизнеса. И самое главное про дешевые деньги. Есть разные программы, есть льготные программы, безусловно, надо разбираться в каждом конкретном случае. Тут есть ссылка, в конце будет ссылка и на мои контакты, и на сайт Made in Undmurthia, который объединяет все программы поддержки в регионе. Я думаю, что тут про цифры и про деньги не буду занимать время. Единственное скажу про некоторые наши достижения. Топ-3 организации по укредитованию бизнеса, в которые входит наш фонд развития предпринимательства. Регион не такой большой. Мы действительно занимаемся тем, чтобы привлекать федеральные деньги для последующего льготного кредитования наших предпринимателей и просто повышается вероятность. Просто повышается вероятность на какие-то дешевые деньги для развития, которые мы аккумулируем для предпринимателей, зарегистрированных в регионе. На последнем слайде про имущественную поддержку. Здесь про земельные участки, про помещения тоже. Есть отдельная программа с муниципальным имуществом, которое мы вводим в оборот и там действительно проходит серьезная работа. Если вы ищете помещение, обратите внимание, что можно искать не только на частном рынке, но и на рынке муниципального имущества. Многие ваши коллеги как раз из категории неленивые и любопытные, они пользуются всеми возможностями и видят для себя определенные преимущества, в том числе и работы с государственным имуществом. Мои контакты. И знаете, что я хотела еще сказать, чем мы действительно, мне кажется, важным заниматься, это повышение скорости распространения правильных идей по развитию бизнеса. Я позволю себе личный пример. До вот этого должности зампреда правительства Удмуртской республики я много лет занималась бизнесом, была сама предпринимателем. У меня было ивент-агентство, а потом наступил 2020 год. 2020 год, когда отменили все мероприятия, когда все площадки в Москве решили, что зачем им возвращать предоплату. Но ситуация была сложная, ни первая, ни последняя сложная ситуация в любом бизнесе. Тем не менее, для нашей компании, небольшой компании, это действительно было одним из серьезных вызовов. И я помню свои эмоции, свои ощущения. Часть из них вылилась в книгу, которую мы сдали совместно с создателем Альпина Паблишер. Называется «Никогда не сдавайся». А часть из них вылилась в поддержку к государству. И как я к ней пришла? Наверное, я была экспертом в Миноконномразмитии, экспертом ОСИ. Сама лично от опора России ходила, голосовала за то, что ну надо же поддерживать пострадавшие отрасли. Ну вы что? Мы же как бы так не бывает. В таких форс-мажорных ситуациях мы абсолютно не справимся как малый бизнес самостоятельно. За всех малых предпринимателей мы боролись в разных кабинетах от общественных организаций, от ОСИ. Я помню, тоже были такие серьезные переговоры. Но я сама не пошла. То есть вы понимаете, я, будучи пострадавшей отраслью, я искала, где деньги, я думала, как сохранить наш небольшой, там около 20 человек, штат. Лично я сама обратилась за господдержкой. Когда мне позвонил приятель и сказал, ну, Дарья, я там получил вот программу, пожалуйста, ты же пострадавши отрасль. Я получил, ты тоже можешь. И после этого, через 3-4 месяца, я подумала, господи, а почему я не пробовала сама? Я поняла, что это вот, ну, в нашей какой-то традиции, традиции или культуры в плане скорости доверия. Все равно в большей степени мы доверяем, слушаем, действуем, не исходя из, знаете, таких вот презентаций со стороны органов власти. Когда я говорю там со стороны корпорации развития Удмуртской республики, коллеги, ну, у нас хорошо. У нас вот люди, 4 тысячи человек переехала, платят теперь 1% УСН, и это будет надолго, как утвердил Госсовет республики. И, в общем, ну, вот так можно, да, это вполне, вполне рабочий путь увеличения своих ресурсов на развитие бизнеса. А когда кто-то из ваших знакомых, из ваших коллег, из предпринимателей, которые уже имеют такой опыт, говорит абсолютно то же самое, но скорость реакции, скорость доверия и вот этого, да, call to action, то есть то, что мы делаем на основе этой информации сильно меняется. Поэтому наш вот текущий план и перспективный план по развитию системы поддержки, он двигается в сторону, вот мы делали акселераторы, мы делали такие образовательные и программы по обмену опытом среди франчайзинга. Сейчас мы двигаемся в сторону создания сообщества, если есть коллеги из Удмуртии, вы можете присоединиться к этой истории, да, очень рада, очень рада видеть всех. Слушайте, больше всего я рада, не знаю, Константин уже ушел, сдала, больше всего я была рада здесь наведить на сцене Константина, который был победителем национальной премии бизнес-успех, который мы делали в первый год, в 2011 году, и это действительно потрясающе видеть, как меняется стратегия, какой-то предпринимательский опыт, какие-то направления развития, но остается таким вот классным проектом, мне очень понравилась и сама идея франчкемпа и ее реализация. Так что, если вы из Удмуртии, добро пожаловать в сообщество предпринимателей региона, а если нет, то подумайте, может быть, те льготные условия для ведения бизнеса в регионе, которые сейчас есть и могут быть вам полезны. Не только деньгами, но и тем самым сообществом, мне кажется, сила в людях, в конце концов, именно люди делают бизнес, люди помогают друг другу. Дарья с женским лицом и в ролике «Девушка в красном платье» заманивают, заманивают к себе и деньгами, и сообществом и так далее, и так далее. Но так и должны, на самом деле, органы власти действовать, в хорошем смысле, создавать условия для того, чтобы хотелось приехать и остаться. Спасибо большое, Дарья, поаплодируем за интересную личную историю, в том числе, потому что вот этот переход из бизнеса на госслужбу, он на самом деле госслужбе приносит очень много пользы, я уверена в этом. Следующий регион, который я бы хотела представить коротко, это немалоденецкий автономный город, или коротко, как мы пишем, Янау, потому что длинное, красивое название. Итак, Янау по площади это полторы Франции или Испании, ну, чтобы вы понимали. Янау это край земли, но на самом деле жители называют его началом земли, и русской, и своей тоже. Салихард единственный планет и город, расположенный на широте северного полярного круга. Вы представляете, в каких условиях живут там люди? В округе проживает 550 тысяч человек, но при этом других жителей региона оленей 600 тысяч, то есть оленей больше, чем людей. Удивительное место, я уже очень хочу, если честно, туда поехать, мечтаю, правда. Каждый четвертый житель Ямала ребенок. Вот, пожалуйста, детские франшизы. В таких условиях, где-то у полярного круга, четверть детей в регионе, это потрясающе. При этом регион в показателе, в тройке по показателю средних зарплат. В общем, хотите много зарабатывать, едьте на Ямал. Естественно, это нефтяной, газовый край, 90% газа и там больше 20 мирового запаса находятся именно на Ямале. И я передаю слово Сергею Хрущеву, который расскажет, как вообще в условиях оленей, полярного круга и так далее предпринимательство развивается и что проектный офис по развитию потребительского рынка для этого делает. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, Светлана. Спасибо, что позвали. Спасибо за прием. Действительно сложный, удаленный, холодный регион, но и практика показала, что и там можно на потребительском рынке кое-что изменить и о том, как это мы делаем, то я бы хотел вкратце рассказать. Значит, у нас изначально была и во многом остается проблема, она связана с тем, что уровень развития потребительского рынка, он сильно отстает от среднероссийских показателей, не говоря уже об уровне столиц. связано это и с естественными причинами в виде удаленности, в виде повышенных издержек бизнеса и связано с тем, что большая часть экономически активного населения, она идет как раз в те отрасли, которые в регионе традиционно наиболее развиты. И это прежде всего ТЭК и с такими конкурентами, как работодателями, как Газпром, НовотЭК, с ними трудно конкурировать и соответственно это накладывает свой отпечаток. И проявляется это в том, что при, казалось бы, количественной обеспеченности населения как посадочными местами в общепите, как квадратными метрами в торговле, качество оказываемых услуг, ассортимент продаваемых товаров, он сильно отстает. И это отставание мы регистрируем, видим по всем индексам, которые выходят, в том числе с помощью оси. Соответственно, родилась идея реализовать на уровне округа некий проект, который бы эту ситуацию изменил в лучшую сторону, с тем, чтобы мы это отставание попытались преодолеть, выявили наиболее проблемное для нас направление потребительского рынка и самое главное нашли инструменты, которые нам помогут это отставание преодолевать. проект по развитию потребительского рынка приобрел характер окружного, он в округе реализуется уже три года, и он предполагает взаимодействие сразу нескольких сторон в реализации данного проекта. То есть есть окружные власти, есть, вот я представитель проектного офиса, который придумывает, разрабатывает всевозможные меры поддержки, есть департамент экономики, который оказывает финансирование через структуры фонда «Мой бизнес», меры поддержки для предпринимателей, есть, конечно же, предпринимательское сообщество, которое, с одной стороны, заинтересовано в реализации того или иного проекта частного, с другой стороны, конечно, рассчитывает на нашу поддержку, традиционно высокую в таких регионах, как наш. И далее механизм реализуется следующим образом. Предприниматель обращается в фонд «Мой бизнес» по тому или иному проекту, опирается на ту или иную меру поддержки, которая ему подходит, и, собственно говоря, как правило, то, что касается франшиз, в течение месяца весь цикл согласования проходит предприниматель получает средства в виде компенсации части паушального взноса, в виде компенсации затрат на технологическое присоединение, и, соответственно, мы дальше отслеживаем судьбу того проекта, который этот предприниматель нам представил. По трем направлениям, как я сказал, мы развиваемся, то есть для нас франшиза один из способов обеспечения более высокого качества сервиса потребительского рынка. Другими способами у нас являются это инвестиционные проекты, как в отношении внешних компаний по отношению к округу, так и собственных предпринимателей, которым мы помогаем свой бизнес развивать. И в отношении последних, конечно, мы выделяем успешные, хорошие примеры, когда сервис устраивает наших жителей, и мы понимаем, что он может расти, мы помогаем таким предпринимателям, используя те или иные меры поддержки. Собственно, то, что касается франшиз, за три года мы такую эволюцию прошли, если мы начинали в 2021 году сложным для потребительского рынка из-за ковида прежде всего, тем, что компенсировали паушальный износ в рамках 500 тысяч рублей, практически без каких-либо ограничений. Через 2022 год, когда мы ввели АКВЭДы, то есть по каким-то направлениям приоритетным, мы пришли сейчас к списку проверенных франшиз, вот как у коллег Свердловской области, есть список, по которому мы понимаем, что эти франшизы уже проверены, что нам понятен стандарт качества оказываемых услуг, что этот стандарт выше, чем то, что есть у нас в среднем на сегодняшний день. И мы по этому списку оказываем поддержку предпринимателям, компенсируя им расходы на паушальный износ в рамках, в пределах 500 тысяч, если сумма инвестиций всего проекта менее 10 миллионов, а если больше 10 миллионов и создается более 5 рабочих мест, то эта сумма компенсации у нас в прошлом году доходила до 3 миллионов. То есть мы компенсировали как паушальный износ, так и затраты предпринимателей, связанные с приобретением оборудования, например. Собственно говоря, начинали с того, что мы, вот так же тоже прозвучал с Верновской области пример, когда исследуются незанятые ниши, мы в качестве здесь базы данных брали оценки жителями тех или иных предприятий потребительского рынка, которые они ставят в агрегаторах, прежде всего Яндекс, Гугл, Дубльгиз, он там тоже популярен, и соответственно мы собирали некие сводные оценки по направлению потребительского рынка, будь то, допустим, вообще пить кафе, либо ресторан, либо фастфуд, либо, если это услуги автосервис, косметология, образовательные услуги, либо медицинские, спортивные и так далее. То есть мы понимали, в каких городах какие направления у нас наименее развиты и концентрировались на поддержке проектов именно там. Соответственно, по каждому городу участнику создавали дорожную карту, где все составные части проекта у нас были сведены, мы понимали, какой предприниматель, в какой конкретной локации, что именно реализует и какая ему поддержка нужна, и далее отслеживали судьбу этого проекта вплоть до открытия. Собственно, чтобы это дело как-то ускорить, мы проводили всевозможные мероприятия, в том числе ярмарки франшиз уже на территории Малоненецкого автономного округа. Вот Василий у нас регулярный на них был и остается гость. Призывали франшизы, многие из, как раз из Свердловской области, из Удмуртии, которые приезжали, и мы помогали им вступить в непосредственный контакт с предпринимательским сообществом, с тем, чтобы увеличить шансы реализации этих проектов на территории Ямала. Значит, за два года без пилотного проекта у нас объем поддержки в целом, вот по компенсации затрат здесь приобретения франшиз, он приблизился к 70 миллионам рублей, поддержали мы франшизы, уже открыто 54. Если учитывать еще первый пилотный год, то эта сумма уже сейчас приближается к 100. То есть 100 франшиз, они получили поддержку округа и открылись, и предоставляют для жителей округа свои услуги. В качестве примера, сейчас попробую показать, какие франшизы были открыты, это только малая часть, по направлениям потребительского рынка услуги, розничная торговля и общепит в разных городах округа. Нам удалось практически везде что-нибудь открыть. Вот тоже сегодня прозвучало, что груминг салоны такая редкая тема, но даже у нас в условиях сурового северного климата эта услуга оказалась более чем востребована. В обоих салонах, где я был при поддержке открытых, запись расписана на дни вперед, и сервис супер востребован. И практически все эти проекты, которые здесь изображены, они успешны. И в целом для нас, как для органов государственной власти, почему франшиза представляется хорошим механизмом? Потому что, во-первых, это гарантирует предсказуемый сервис, уровень сервиса, во-вторых, это прозрачные условия договора коммерческой концессии, которая нам позволяет понимать, сколько по факту предприниматель должен заплатить по повышальному взносу, и мы, соответственно, можем эти затраты ему компенсировать. Собственно, почему мы пришли к списку, почему эволюция такая прошла, почему мы отказались от, так сказать, раздачи денег всем подряд, потому что зачастую проекты были, ну, не секрет, что на рынке франчайзинга есть очень много так называемых пустышек, когда что-то продается под красивую упаковку, а по факту сервиса хорошего нет. И мы со временем это начали выявлять, с этим так или иначе бороться, и для нас вот сначала ограничение по квадам, сейчас вот этот список франшиз по-разному в разных регионах и на уровне страны он называется, банк франшиз, он является таким родом, своего рода гарантом, что тот сервис, который мы поддерживаем, он действительно качественный, он действительно вообще откроется. Ну, пролистнул, но глобально благодаря проекту было создано без привлечения сотни новых рабочих мест. Мы, конечно, потратили несколько десятков миллионов рублей, но в среднем, если мы сравниваем объем нашей поддержки и общий объем инвестиций, то объем поддержки в среднем это не более 10 процентов. Все остальное и основное это все-таки частные средства, и мы выступаем здесь с одной стороны поддерживая бизнес, с другой стороны наша роль как органов власти в этом проекте выступить акселератором, ускорить то, что эволюционно растянется на десятилетия, нам нужно сделать, чтобы прошло в течение нескольких лет с тем, чтобы регион оставался интересным для жителей, в том числе для приезжающих к нам, для вот этих самых детей, которых у нас четверть от всего населения, которые оставались бы у нас, и которые бы понимали, что они живут пусть на краю земли, но не в забытом богом месте, а в современной среде, с качественной жизнью, включая потребительский рынок. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. На самом деле, да, интересный такой опыт, когда уже не за количество идет борьба, а за качество, причем не за качество чего-то эфемерного, а конкретно МПС, как это в маркетинговом языке, Сергей, присаживайтесь, за отзывы людей, насколько люди довольны сервисом, насколько та или иная компания, бизнес, способна этот качественный сервис предоставлять. И я помню, Сергей, вы рассказывали, по-моему, что у вас иногда люди летают в Москву пообедать просто потому, что не всегда достаточно ресторанов, и груминг, видимо, тоже летают с собачками в Москву, чтобы здесь подстричь, потому что очередь в открывшиеся точки слишком большая. Пока еще есть поле для развития, предпринимателей призываем, если есть желание попробовать пожить в таком регионе, тоже приезжать, потому что деньги в регионе есть, есть некуда тратить. Большая проблема, идеальная точка роста для предпринимательской активности. Спасибо большое, очень интересно. Мы с Сергеем на одном из первых регионов начали взаимодействовать осенью, достаточно интересный кейс, благодарим, что прилетели. Представляю теперь другую часть нашей огромной необъятной стороны, Калининградскую область. Мы все знаем, что Калининградская область не имеет границ собственно с Российской Федерацией, граничит с морем и с теперь уже недружественными странами, то есть является анклавом по сути. При этом это самая маленькая по территории область, буквально 15 тысяч квадратных километров, но площадь населения просто очень большая, в топе, по-моему, в топ стране по плотности населения Москва может только обгоняет. На 11 месте, да, и мы не анклав, мы эксклав, все-таки границы по морю у нас есть. Да, 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 я просто как житель, это человек, рожденный из другой части Балтийского моря, около Финского залива плюс-минус, поэтому особое теплое отношение имею к этому региону, поэтому я передаю слово Кириллу Звягину, директор департамента образовательной деятельности и развития реализации учебных программ Центра мой бизнес Калининградской области. Кирилл, расскажите, как вы акселерируете, обучаете предпринимателей и что вам нужно еще для этого? Да, спасибо, Светлана, я приветствую всех, я, наверное, коротенько и презентация, мы с командой решили, что будет построено не то, что мы будем показывать какие-то лучшие практики, а мы, наверное, покажем путь и наше видение, возможно, это будет какое-то предложение коллегам, я очень внимательно слушал доклады и вот для себя отметил то, что, собственно, в этом предложении у нас содержится, я надеюсь, что коллеги поддержат, как минимум мы это дело обсудим, так, можно там следующий слайд, на мне не будем останавливаться, путь наш, да, через что мы проходили, собственно, коллеги уже все, что можно было сказать, наверное, про те меры поддержки, которые предоставляет национальный проект, малое и среднее предпринимательство, федеральные проекты, которые в него входят, 125-й, ранее, 142-й приказ Минэкономразвития, в общем, все эти чиновничьи вещи, то, что предоставляет центры «Мой бизнес», да, и сегодня здесь в первой секции тоже был представитель «Малый бизнес Москвы», да, как правильно департамент называется, вот, ну, я думаю, что нет нужды, наверное, говорить про то, сколько возможностей существует, какие меры поддержки существуют, и по нашему опыту, например, да, вот как Сергей тоже высказался, мне понравилась фраза «раздавать деньги всем подряд», мы проходили путь, понимали, да, что у нас, ну, как емкость рынка относительно невысокая, да, то есть у нас действительно небольшая площадь, но и, собственно, и население тоже относительно немного, всего порядка миллиона человек, сейчас чуть больше, вот, и мы предоставляли такую услугу, то есть разработка франшизы по требованию, скажем так, предпринимателя под ключ, выделяли на это деньги, то есть, ну, грубо говоря, такая целевая субсидия, как у нас называют это предприниматели, это на самом деле комплексная либо адресная услуга, и вот привел просто пример из того, что было разработано, да, условно говоря, 10 франшиз, но из них только две заработали, остальные предприниматели все-таки каким-то образом, там, у кого-то эта документация в столе лежит, кто-то разработал, попытался продать, не пошло, и, соответственно, пошел вот этот момент, ямки выгорания, в общем, что есть, как говорится, да, то есть, вот примеры, вот упаковали там детскую школу, классный центр, пока она не реализуется, но в коллег мы верим, они сейчас основательно готовят почву в Индии, на самом деле, то есть, во всю работу, и, то есть, будут открывать центр, Константину срочно, да, вы помните, передам контакты, с удовольствием, вот, но Константин имеет опыт с ней, супер, отлично, на самом деле, да, в 20-м году разработано, но вот до этого они дошли только сейчас, да, а потом разработали другие, то есть, соответственно, там, несколько из них реализуется, следующий путь, через обучение, коллеги тоже отмечали эффективность, и это реально эффективнее, чем вот предоставление каких-то субсидий, либо адресных услуг, именно по упаковке, по разработке, потому что, во-первых, это, ну, для нас, скажем так, чиновников лучше, потому что это меньше денег тратится на, собственно, все это дело, вот, во-вторых, это эффективнее с точки зрения того, как предприниматели проходят этот путь, потому что все включаются в процесс, кто-то, вот как раз-таки те предприниматели, у кого эта франшиза затем лежит в столе, да, и пока там не реализуется, потому что они к этому оказались не готовы, хотя считали иначе, они в процессе обучения до этого доходят, что да, мне нужно еще вот этот, вот это, вот это, в общем, целый список выстраивается, они обучение могут пройти до конца, могут из него выйти, соответственно, повышается мотивация, повышается результативность, соответственно, презентацию корректировал в последний момент, да, на цифры можете не смотреть, был поток акселератора по франчайзингу, соответственно, было три победителя, и вот у меня там были картинки, такие предприниматели, которые уже на выставке ездят активно, эти франшизы реализуют, то есть три победителя в итоге, не под ключ была упакована франшиза, то есть они самостоятельно включались полностью в этот процесс, и, соответственно, вот эта вот эффективность, она повысилась, вот, ну и в целом, да, то есть это достаточно затратные такие части, то есть мы обучение продолжаем проводить, формируем тоже действительно там, ну, банком я это не назову, условно говоря, такой перечень тех проверенных контрагентов, франшиз, которые есть в Калининградской области, тоже здесь не секрет, чем занимается центр мой бизнес, то есть это комплексная поддержка бизнеса, мы сопровождаем бизнесменов, либо начинающих бизнесменов, вот и, соответственно, в процессе развития масштабирования на страну, на экспорт и так далее. И поэтому из существующих мер поддержки государственных, то, что есть, это, собственно, все применимо к франчайзингу в какой-то мере, то есть разработка маркетинговых стратегий, это есть во всех регионах, в том числе и новых регионах Российской Федерации, бизнес-планы, юридическое сопровождение, в рамках которого можно подготовить какую-либо документацию, да, может быть не единовременно, но вот как раз таки вот с таким подходом. Разработка логотипов, брендинг, льготные займы, либо гранты, может быть, кто слышал, да, про гранты для молодых там социальных предпринимателей, например. Это вот отдельная часть, например, молодые предприниматели, которые тоже приходят на обучение, и когда есть возможности, и есть руки растущие из правильного места, скажем так, но они не знают, какой конкретной идеей хотели бы заняться. И вот предложение франшизы как вариант развития, да, не в как бы рождать в потугах, извините, творчество, в муках творчества эту идею, а посмотреть готовые варианты, к которым, ну, как бы они могли это все дело применить. Тем более есть инструменты, которые дает государство. Вот. Вот. Продвижение, интернет-маркетинг, в общем, и так далее. И вот здесь мое предложение, соответственно. Тоже коротенько. Два слайда буквально, но, наверное, предложение такое единое. То есть первое, как я уже сказал, центры «Мой бизнес», центры «Мой бизнес», департаменты корпорации развития по всей Российской Федерации занимаются, и отвечая на вопрос, зачем, вот спикеры из предыдущей секции, да, развитием малого и среднего предпринимателя для того, чтобы жили лучше в регионах. Сопровождают предпринимателей от идеи, да, до ее реализации, масштабирования, экспортирования и так далее. И у людей, которые работают в этих структурах, есть четкое понимание, на какой стадии находится этот человек, соответственно. То есть первая такая вот модель по франшизам непосредственно, это выделение, вот, может быть, отдельных клиентских менеджеров, вот как в Свердловской области организация, может быть, отдельных направлений, да, непосредственно деятельности, которые будут сопровождать предпринимателей от и до. То есть он работает, у него, условно говоря, 10 точек в регионе, мы понимаем, что он готов, но он еще пока сам до этого не дошел. Может быть, он не видит этот путь и глубоко погружен в рутину, как это тоже бывает. И наша задача в данном случае станет для него помочь ему из этой рутины вылезти, стратегически посмотреть, что у него действительно есть вот следующий путь развития, заходить там в Удмуртию, неважно. И мы можем его поддержать не только, как говорится, морально и консультационно, но и уже действенными мерами поддержки, то есть финансово упаковать эту франшизу, то есть помочь ему. Да, и, соответственно, с помощью наших уважаемых коллег найти вот этот вот выход, да, то есть таким образом выстроить такую вот сеть партнеров в Российской Федерации, которая есть уже, собственно, под началом Минэкономразвития Российской Федерации. И в дополнении по созданию вот такой вот партнерской сети у коллег уже есть банки, у кого-то есть направление, да, мы предлагаем это дело все объединить, да, под общим началом, под началом агентства стратегических инициатив, как вариант у вас, тоже на базе Франч Кэмпа формируется этот банк, потому что это очень важно и важно предпринимателям, чтобы эти франшизы были проверены, да, Сергей тоже показывал вот эти валяющиеся вывески барбершопов, непонятные чеки. Такое бывает. И здесь на стенде представлен тоже предприниматель из Калининградской области, мы с ним разговаривали, и он тоже высказал такую идею, вот действительно, если бы он покупал франшизу, он бы, ну, как бы растерялся, наверное, куда бы ему пойти, потому что в интернетах, ну, не всегда проверенная, скажем так, информация, да, много пишет, ну, вот. Поэтому партнерская сеть, да, проверенные франшизы и, соответственно, наша помощь на местах, в регионах в приобретении и реализации этих франшиз с помощью предоставления льготного финансирования, субсидирования и так далее. Спасибо за внимание. Да, Кирилл, спасибо большое. На самом деле, четыре совершенно разных региона. Я сейчас хочу передать слово уже двум предпринимателям, которые находятся в нашей сцене. Кировская область, мы были там в прошлом году, буквально в декабре, а у нас была сначала образовательный интенсив для желающих стать предпринимателями по франшизе, а потом мы проводили с органами власти, представителями делов сообщества, такую стратсессию на полдня. Для того, чтобы понять вообще в Кировской области, области лесов, да, лесной промышленности, не только, ну, оборонной тоже, может ли быть вообще франчайзинг, какое его место. И вот мы там как раз познакомились с Андреем Исенко, который является президентом Вятской торгово-формышленной палаты, и при этом раньше к франчайзингу не имел никакого вообще отношения, ну, как бы в бизнесе не сталкивался с этим, да, как-то вот занимался другим бизнесом. А сейчас подумал и задал нам вопрос, точнее, не вопрос в кино, а может быть, правда, подумать об этом. И вот расскажите, пожалуйста, что вы думаете об этом со стороны не франчайзера и не франчайзи? Да, Светлана, спасибо. Вот коллеги сейчас только что абсолютно символичная такая история произошла у нас у спикеров, здесь тайминг секции. Константин уже показывает, что пора, вот, как это, коллеги, без обид, но это очень такая стандартная история. На встрече бизнеса и власти время встречи закончилось после выступления органов власти. Без обид. Постараюсь немного разбудить вас, буквально несколько минут, тезисы, которыми я хотел бы закончить, ну, вернее, такую уже к концу завершая. Во-первых, ребят, спасибо большое, что совершили движение, совершили усилия, пришли сюда, пришли на эту встречу, мы вообще приехали из других регионов. в нынешние времена очень редко встречаешь желание совершить физические какие-то действия, движения, мы пытаемся все упростить. Спасибо, что собрались, спасибо, что приехали, классно пообщаемся. Светлана, ваш тезис про то, что мы его вместе с вами обсуждали, что если бы или 20 назад, когда начинали бизнес, было столько видов поддержки, то было бы классно. Я бы скажу нет. Я думал после нашего с вами диалога, я скажу нет, потому что боюсь, что если бы столько видов поддержки, которых нам рассказывают сейчас, только про франчайзинг целый час и все остальное было бы тогда, не было бы столько выжившего бизнеса. Не было бы его, потому что мы с вами понимаем, почему и трансформируют национальный проект малое и среднее предпринимательство и ставят задачи уже не количественные, а все-таки содержательные для того, чтобы его развивать, предпринимательство созидать. Респект Удмуртии отдельный, с Александром Андреевичем лично знакомые. С большим уважением отношусь к тому, как отрабатываете с предпринимателями. Единственное, что Чайковский-то он все-таки… Вот так и знал, что будет «но» в конце, да? Вы чувствуете, прям «но» назревало? А потому что Чайковский-то он все-таки в Вятской губернии родился. Это Вятский. Вот так же и с предпринимателями. Ну и, собственно говоря, коллеги, теперь по делу. Очень рад был, на самом деле, послушать, пообщаться. Светлана, вы же из ОСИ, вы же все там мерить привыкли, да, там регионы измерять, замерять, рейтинговать, потенциал роста… Это в наилучших целях исключительно. Да, ну, чтобы стимулировать, несомненно. У меня есть предложение. Давайте введем интегрированный показатель для органов власти в регионах. Это уровень проникновения в регионе или уровень присутствия в регионе признанных федеральных франшиз. Я вообще считаю, что, коллеги, давайте задумаемся. Это такой очень интегрированный показатель и уровня развития бизнеса в регионе, и культуры ведения бизнеса в регионе, и условий для ведения бизнеса в регионе. Потому что большие, настоящие, качественные франшизы всегда закладывают в свою бизнес-модель практически идеальные с точки зрения нормативной базы, условий, административного давления, все остальные параметры. И если франшиза федеральная, там, большая, хорошая, заходит в регион, дает право, или предприниматель ее приводит, это значит, что эти условия в регионе соответствуют тем параметрам, которые по франшизу зашиты. Слава богу, уже не 20 лет назад, когда были совершенно разные условия в регионах, мы где-то их стандартизируем. В общем, показатель неплохой. А дальше я подумал о том, что это, в принципе, показатель в общем и целом уровня жизни в регионе. Если у жителей есть запрос на качественные, большие, известные франшизы, и они знают, что это такое, они имеют возможность оплачивать услуги по тем ценам, которые рекомендуют на этим франшизам, это достаточно хороший показатель, собственно говоря, развитости региона, развитости уровня жизни и развитости населения, которое путешествует, знает, приезжает, прилетает и спрашивает у своих предпринимателей известные франшизы. Поэтому как идея для оценки регионалов, я думаю, что, надеюсь, коллеги поддержат, и, собственно говоря, их инструменты поддержки на это сработают. А вообще хочу сказать, ребят, позволю себе такое обращение, не очень вижу, кто в зале. Еще раз поблагодарю за то, что собрались, потому что тот шаг, который вы сделали, те шаги, которые вы сделаете, точно приведут вас к успеху. Мы все вам постараемся помочь, но шаги это ваши, и здесь вы уже очень сильно приблизились к тому успеху, который вас ждет. Спасибо всем успехов. Да, спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим наши вот эти мыслительные, да, совместные упражнения, очень интересные и полезные, самое главное, уверена, будут. Я передаю последнее буквально слово Елизавете Роменской, генеральному директору ОНО, экосистемы развития франчайзинга и предпринимательства, собственно, организаторы этого прекрасного форума. Для того, чтобы она рассказала коротко, что франчкэмп, регионы, как вообще будем жить, дружить и двигаться вперед. Спасибо. Добрый день, коллеги. Очень коротко, потому что у нас время, конечно, закончилось, но ничего страшного. Я хотела сказать, что франчайзинг в России имеет огромный потенциал, и наши коллеги до этого об этом говорили. Вы видите краткую статистику, и франчайзинг растет, несмотря на провалы некоторых отраслей в связи с кризисами, франчайзинг продолжает расти от года к году, и в регионах это очень большая точка роста. Мы видим, какие возможности есть для предпринимателей, как для начинающих, так и для опытных. И я хотела бы сказать о том, что наша некоммерческая организация, экосистема развития франчайзинга и предпринимательства объединяет в себе как начинающих, так и опытных предпринимателей франчайзеров и инвесторов. Поэтому, если вы не знаете, куда идти, приходите к нам. Мы не коммерческая организация, проводим множество бесплатных мероприятий, в том числе в регионах. И я хотела бы подчеркнуть это отдельно, что у нас есть уже пилотные регионы, в которых мы проводили различные мероприятия. В сентябре этого года мы одновременно в 20 городах провели День начинающего предпринимателя. Сегодня у нас финал. В другом зале вы сможете посмотреть на пичи финалистов уже третьего потока конкурса на получение инвестиций на запуск франшизы для начинающих предпринимателей. Помимо этого, мы буквально в конце 2023 года в пяти городах провели бесплатное мероприятие для предпринимателей экспес-погружения во франчайзинг с выдачей сертификатов. И очень хорошие отклики получили и поняли, что нам нужно разделять и делать мероприятия отдельно для начинающих предпринимателей, отдельно для франчайзеров. Такой запрос есть. И мы, конечно, очень хотели бы сотрудничать с регионами. Что мы уже и начали делать. У нас есть банк проверенных франшиз, который уже начал функционировать. В этом банке будет страница отдельно каждого региона. Также есть пилотные активные регионы, которые уже поставляют нам туда информацию. Помимо этого, на этой цифровой платформе уже собраны и будут еще собраны различные меры поддержки как для франчайзинга, так и для предпринимательства в целом. И, как я сказала, помимо образовательного роудшоу, которое было проведено в двух городах, уже совместно с органами власти были проведены региональные стратегические сессии по развитию франчайзинга. И это невероятно интересное мероприятие, потому что наша страна — это федерация, состоит из множества регионов, и каждый регион — это как отдельная страна. Каждый регион уникален, в нем есть своя специфика. Это так интересно узнавать, как там функционирует все, и чем мы можем помогать со своей страны для развития и улучшения в целом экономической ситуации через франчайзинг. Вот наш банк проверенных франшиз, который начал создаваться в 2023 году совместно с агентством стратегических инициатив. Агентство нас поддерживает на всех этапах. Это некоммерческая цифровая платформа, в которой мы рады видеть как опытные франшизы франчайзеров, так и молодые франшизы. И, конечно, для всех категорий предпринимателей мы собираем там все меры поддержки, как региональные, так и федеральные. Туда можно заходить и брать оттуда информацию. И вы видите сейчас на экране, я не буду уже проговаривать, наше направление деятельности. Подходите, мы будем рады сотрудничеству, рады добавлять франшизы в наш банк проверенных франшиз, рады собирать всю информацию для предпринимателей, для того, чтобы мы все вместе получали больше пользы и двигали Россию вперед, в том числе на межрегиональном, федеральном уровне. Елизавета, спасибо большое. На самом деле у меня много вопросов к спикерам, которые хочется прям обсудить, но время дискуссии закончилось. Я предлагаю продолжить общение в кулуарах для того, чтобы обсудить, чем мы можем быть друг другу полезны, и как нам эту вместе межрегиональную экосистему франчайзинга создавать, усиливать на базе каждого региона, для того, чтобы собрать потом, так же, как карта нашей страны, в огромную-огромную мозаику, вот эту экосистему каждого уникального и неповторимого региона. Всем огромное спасибо, что приехали, и продолжается программа. Спасибо. 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 Спасибо.